В эфире Народного телевидения Хибина программа «Опасно для жизни», в которой мы, как обычно, рассказываем вам о самых резонансных преступлениях и происшествиях минувшей недели. С вами Михаил Елисеев. Здравствуйте. Серьезное ДТП случилось в Апатитах на улице Космонавтов около дома номер 43. На месте этого происшествия работала и наша съемочная группа. 84-летний житель Апатитов поздравил сотрудников дорожной полиции с Днем ГИБДД весьма экстравагантным способом. 3 июля он устроил ДТП, в котором пострадала девушка. Информация о происшествии поступила в экстренные службы около пяти часов вечера. Водили на транспортном средстве Митсубиши, выезжая со второстепенной дороги на главную, по которой двигалось транспортное средство ВАЗ, не убедился в безопасности маневра, не уступил дорогу транспортному средству ВАЗ, в результате чего допустил с ним столкновение. Апатитчанка, управлявшая Ладой, получила при столкновении травму ноги. Оба водителя в момент ДТП были трезвыми. Тот редкий случай, к которому совершенно неприменима поговорка «до свадьбы заживет». В Апатитах мотоциклист серьезно пострадал в дорожном транспортном происшествии за два дня до собственного бракосочетания. Это ДТП случилось вечером 3 июля на улице Бредова. Мотоциклист двигался по главной дороге. Водитель Рено выехал из дворовой территории ему на перерез. Шлем уберег байкера от тяжелой черепно-мозговой травмы, но молодой человек при столкновении все равно получил серьезные телесные повреждения, несмотря даже на то, что скорость перед ударом была невелика. Бригада скорой помощи увезла его с места происшествия в больницу. Примечательно, что пилот мотоцикла не имел права управления транспортными средствами соответствующей категории, а сам байк не был зарегистрирован в установленном порядке. Вечернее ДТП стало поводом для возбуждения уголовного дела по первой части статьи 264 УК РФ нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека. К сожалению, это ДТП далеко не единственное в Апатитах и Кировске с участием двухколесных транспортных средств. Напоминаем еще раз, что в летний период на дороге выезжают мотоциклисты и велосипедисты. Водители призываем соблюдать правила дорожного движения, скоростный режим, быть внимательными и бдительными на дорогах. Все это добро пожарные 31-й части выбросили из окна полыхающей квартиры, расположенной в доме номер 18 по улице Строителей. Из той же квартиры эвакуировали одного человека. Все подробности узнаете прямо сейчас. Огонь в квартире на четвертом этаже дома вспыхнул в пятницу вечером. Подъезд тут же затянуло едким дымом. Как выяснилось позже, в жилище загорелась стопка матрасов. Жильцы забили тревогу и сообщили о пожаре в экстренные службы. Пожарные помогли выбраться из подъезда на свежий воздух пожилой северянки. Еще одним эвакуированным стал обитатель сгоревшей квартиры. Мужчина получил отравление продуктами горения, но госпитализация ему не потребовалась. Медицинскую помощь пострадавшему оказали прямо на месте происшествия. Итоги пожара таковы. Стены и потолок в квартире, покрытый копотью, прогорел пол на площади 3 квадратных метра. Жильцы квартир, расположенных ниже, подсчитывают нанесенный им ущерб и размышляют над тем, как взыскать компенсацию за причиненные неудобства. Серьезное ДТП случилось на 1217-м километре трассы Кола в Апатитском районе. Автомобиль Toyota Highlander превратился в груду металла, но спас двух находившихся внутри людей – водителя и пассажира. Местом приводнения кроссовера стало небольшое то ли озерцо, то ли болото, расположенное справа от проезжей части. Вылетев с дороги, машина пробороздила несколько десятков метров грунта, а после этого грохнулась в воду. У Toyota вырвало переднее правое колесо. Крышка багажника оказалась полностью вмята в салон. Сработали подушки безопасности. И пассажиру, и водителю пришлось выбираться через пассажирскую дверь. Мужчины рассказали инспекторам ДПС, что машина ехала на небольшой скорости – около 90 км в час. И предположили, что причиной аварии стало аквапланирование на мокрой дороге. Верить в эту историю или нет, пусть каждый из зрителей решит для себя самостоятельно. Но, несомненно, одно – в этот вечер двум жителям Мурманска сказочно повезло. И они вполне могут отмечать 5 июля второй день рождения. Выдернуть Toyota из воды оказалось не так-то просто. Но в итоге кроссовер все-таки покинул водоем и предстал перед людьми во всей ужасающей красоте искореженного металла. В общей сложности операция по подъему Toyota заняла около получаса. Движение по одной полосе федеральной трассы на это время пришлось ограничить. И на сегодня у меня все. Очередной выпуск программы «Опасный для жизни» подошел к концу. Смотрите нас в эфире Народного телевидения «Хибина» и в социальных сетях. Оставайтесь с нами и берегите себя. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...